Сделать доступными кредиты для бизнеса Минэкономики и Палата представителей работают над программой сотрудничества. Изменение законодательной базы для создания полноценного финансового рынка – один из шагов. Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Натальи Надольской. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. К 2020 году в Беларуси ставка рефинансирования будет около 8%, а годовая инфляция не превысит 5%. В приоритете инвестиции – занятость, экспорт, информатизация. За ближайшие 5 лет парламентариям необходимо принять более 20 законов, подготовить порядка 50 указов и около 100 правовых актов экономического блока. Они направлены на финансовое оздоровление реального сектора, улучшение инвестиционного климата. Нам надо обновлять прогнозы технологического уклада государства, как мы должны развиваться, на какой технологический уклад мы должны выходить, какие научно-технические программы надо реализовывать для быстрейшего внедрения новых передовых технологий. Потребление природного газа в Беларуси планируют снизить на 20%. Это станет возможным после запуска белорусской АЭС. Об этом сегодня сообщили в парламенте. К слову, сегодня природный газ – основной ресурс получения тепла и электроэнергии в стране. Однако ситуация с мировыми ценами на природные ресурсы вынуждает страны искать альтернативные источники энергии. В этой связи, по предварительным подсчетам, в ближайшие пять лет специалисты планируют замещение 2,5 млрд кубометров газа не только за счет ввода собственной атомной электростанции, но и с помощью использования местных видов топлива. Белорусские банки переходят на новые номера счетов, которые соответствуют международному стандарту. Это позволит повысить надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении. Сейчас номера счетов в старом формате содержат 13 разрядов буквы и цифры. По международному стандарту их должно быть 28. По информации главного банка страны, новые номера присвоили всем счетам, которые были открыты до 1 января 2017 года. Особых трудностей у клиентов в связи с новым порядком быть не должно. Переход на новые счета не потребует замены действующих платежных карточек. Нацбанк второй раз с начала года снижает ставку рефинансирования с 17 до 16%. Регулятор объясняет это замедлением инфляции и спокойной ситуации на валютном рынке. В целом эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля. На депозитном рынке сохраняется прирост рублевых вкладов населения при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов. Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне. В прошлом году регулятор снижал ставку 4 раза. Очередное снижение запланировано на 15 февраля. По результатам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился только к российскому рублю. Американская валюта прибавила почти полкопейки. Курс на завтра 1,92. Евро вырос незначительно. Завтра по Нацбанку 2 рубля 4 копейки. Российский рубль опустился на копейку. И за сотню российских дают 3 рубля 23 копейки белорусских. Таковы основные деловые новости среды. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей? Спасибо. Это была Наталья Надольская с обзором деловых новостей.